Блять, хочешь пиздеть, но пизди по сути, да, есть конкретный косяк за кем-то, блять, расскажи об этом в песне, почему вот так вот неспроста, прикинь, там русский, да, есть, и тут, блять, находится кто-то, блять, который начинает хуесочить его, блять, ну, братан, ты же приедешь, разобьешь бошку ему, ну, что, и не важно, как ты это сделаешь, с братвой или один, братан, я с удовольствием бы с этим пидором вышел бы один на один, с удовольствием, я предлагаю, я даже, он сейчас в своем новом интервью говорит, я с ним, бля, не выйду один на один, блять, Блять, там, я даже пули пожалею на него, да ты хуесос, черт, блять, халимый, будет дух, выйдешь один на один, там такой вот маленький хуесос, вот такой вот маленький, там, весь в наколках, с худющими ручонками, такой, знаешь, а, блять, а понту, ебать мой хуй, баш на баш с тем, баш на баш с этим, блять, отхуярил какого-то мальчишку, блять, в Харькове или в Киеве, где-то на Украине, блять, пиздюка, пиздюк ему что-то сказал, он так гордо об этом, блять, на рэп-ру, сел, блять, Ноги на диван, закинул, такой гордо рассказывал, я там, блять, перепрыгнул через стол, блять, показал, что так нахуй не общаются, блять, хуесос, блять, ты на коленях стоял, получал лещей, блять, и потом побежал в мусарню, блять, и причем он это хочет сейчас повернуть все так, как будто бы мы хотели изнасиловать его девушку, Оксимирон на разговоре со мной по телефону говорит, не, мужик, этого не было, понятно, а что делать этому хуесосу, он встал на колени, он прилюдно получил леща, с него спросили, как с гада, и сейчас он должен как-то выкрутиться, просто выкрутиться, конечно, он будет выдумывать всякую хуйню, Окей, его хейтеры сейчас пишут, бля, шок, точнее, мои хейтеры и его фанаты, бля, шок, ты даже на коленях остался мужиком, ты красавчик, окей, представим такую ситуацию, в тот вечер я достаю хуй и даю ему в рот, Что написали бы его, бля, фанаты, что, бля, шок, ты остался человеком, ничего, сперма полезная, короче, нормально, бля, у меня и много белка, бля, Ну вот представь такую ситуацию, ну по сути это одно и то же, окей, он пишет заявление, где говорит, жиган хотел отрезать мне палец, но почему он не пишет в этом заявлении, что жиган хотел, бля, нассать ему в рот, Почему он этого не написал, какая разница, что я хотел сделать, надо писать то, что я сделал, бля, если уж ты, бля, там собрался, там писать на меня заяву, он там написал, там хрен знает что, как будто я Рэмбо ворвался, бля, там на канатах, бля, разбил окно и влетел в комнату, Согласен, что в такой ситуации, конечно, человек испытал определенный шок, и рядом находится человек, за которым он беспокоится, так или иначе, он боится за него, конечно, Девчонка сидела, улыбалась, курила сигареты, ей предложили чаю, все, я купил, окей, я купил два букета роз, один, бля, пидорасу, один оксимиронам, я пришел подарить этим, бля, ребятам, бля, по букету роз, Когда я увидел, что там девчонка, мы, бля, решили подарить эти букет, два букета роз, бля, девчонки, мы подарили ей цветы, все, девчонка с цветами, чай пьет, куриц, сигареты, Я не говорю, что девчонка теперь вам благодарна, и вы с ней дружите. А почему, блядь? Почему бы и нет? Мы показали, блядь, что за хуесос, блядь, с ней все это время был, блядь. Не, ну а как? Слушай, вот это происшествие, на самом деле, создало прецедент. То есть то, что раньше было, были случаи, когда вылавливали, да, там, балаболов, наказывали балаболов. Хотя не наказывали, а просто указывали, да, указывали. Но сейчас породила инцидент эта ситуация. А вот ты не думаешь, что это плохо все-таки? Что сейчас беспредельщики будут ездить? Это не беспредел. А почему это беспредел? Нет, подожди, я сейчас не о тебе говорю. Я не берусь судить твой поступок. Окей, если там какой-то хуесос говорит про маму этого беспредельщика, что он ее ебал во все дыры, пусть этот беспредельщик приедет и отрежет ему голову. Если духа хватит у этого беспредельщика. Это нормально. А то у нас, знаешь, слишком толерантное общество стало, блядь. Пидоры это нормально, блядь. Гомосексуалисты это нормально, там, блядь. Мамоебы это нормально, блядь. Мы сейчас говорим о детях. Да? Я не знаю, 16 лет, которые своего старшего брата просят поехать и разобраться. Детей-то надо учить, детей надо учить чему-то, правильно? Я родился в 84-м году. В 90-м году мне исполнилось 7 лет. И дальше. Я не помню ни разу, чтобы у меня во дворе кто-то из моих старших кому-то сказал, я твою маму ебал. За это спрос всегда был. Зато сейчас интернет нам дарит свободу, блядь. Ты можешь в интернете выебать вообще любую маму. Любого беспредельщика. Но только ответить-то за это надо. За это нужно отвечать. Ты сказал, будь добр ответить. Это не беспредел, когда человек приезжает и дает по голове. При том, что вот пидор этот говорит, что мы там по беспределу приехали, там, поставили его там на колени, блядь. Да, мы его, блядь, помяли хорошо. При том, он забыл про то, что я дал ему полотенце, потом умыться мокрое. Говорю, умывайся, все. Объясняй мне, что, как. А он там кричит, что там отжали какой-то там айфон у его девушки, блядь. Что за бред, блядь. Если бы отжали айфон, отдали бы айфон. Пизду его, блядь. Слушай, а у тебя... Сняли деньги какие-то. А остались еще такие варианты? Остались что, айфон? А у меня барахлит. Да. Там очень много хороших фотографий, которые еще люди пока не видели, но они скоро их увидят. Снимали? Нет. Снимали они, наши немецкие друзья. Ага. Не, я имею в виду, у тебя сейчас нету никаких таких бифов текущих? Нет. То есть не стоит ожидать от тебя сейчас ничего. А зачем, если кто-то будет меня хуесосить, блядь, я приеду, дам ему по голове. А может быть вообще, блядь, расхуярю, блядь, по жопе с солью, блядь. Дробовик себе хороший купил, блядь, дробовик себе хороший купил, охуенный хацан. С солью, блядь, по жопе. Просто учить их. Ну, а зачем? Спорт, если хотят, там, ну, со мной что-то там решить. Вот ко мне в спортзал пусть приезжают, мы можем там помахаться, надеть перчатки, чтобы не травмировать особо физиономию. С солью, спортивный интерес. Если, блядь, прям гонит человек на меня, увижу где-то. Я лично искать там никого не буду. Я не собираюсь там кого-то искать, там, кого-то выщемляю, там, как, блядь, гребаный там Джеймс Бонд. Нахуй. Пиздит, встретился мне где-то, блядь, получил пизды, и все. А как? Слушай, а ты в социальных сетях, форумах зависаешь? Ну, форума нет, блядь, ВКонтакте есть. ВКонтакте и Одноклассники, ну, так. Стараюсь особо, ну, немного времени этому уделять, потому что это пиздец. Это затягивает, как пачка сигарет. Это люди, я знаю людей, которые просыпаются и сразу начинают ВКонтакте, блядь. Да, это болото. Болото пиздец какое. А у меня там 68 тысяч заявок в друзья, 7 тысяч уже есть. Слушай, а чем вообще вот ты занимаешься? Ты говоришь, что ты общественной работой много занимаешься, да? Да. А творчество? Творчество, конечно. Ну, у меня сейчас материалы, ну, есть, да, выступления. Есть выступления. А ты, я так понимаю, специально прям так этим и не занимаешься, да? Ты знаешь... Концертный директор? Нет у меня ни концертного директора, никого. Причем у меня даже моего телефона там ВКонтакте нету, чтобы мне позвонили и там договорились о концерте о каком-то. Я к этому отношусь гораздо проще. Я, знаешь, как все-таки хочу жить и делать что-то, не выходя на улицу и все... О-о-о-о! О-о-о! Автограф там на пупке. Пизду. Живешь спокойно. Сел он у меня 14-й, под окном стоит. Вот автограф возьми, побоишься, честно говоря, на улице. Ты знаешь, я вот до недавнего времени тут продал свою девятку, ездил на метро. Вот. Люди узнавали, подходили. Мне это, ну, обламывает немножко. То есть ты такой все-таки простой пацан? Да, я вот, ну, настолько простой. Я хожу там в те же магазины, что и люди ходят. Я езжу так же в метро, когда, блядь, пробки большие, оставляю машину, еду на метро. И слушаю там трек. Подходит какой-нибудь парень там, о, Рома Жиган. Ну да, как бы он стоит, знаешь, смотрит. Ну, вот это обламывает. Либо скажи что-то. Слушай, а скажи, а ты вообще поднялся на рэпе или в последнее время вообще? Поднялся в плане... Ну, простой пацан, да, хорошо. А я в плане финансового? Я открыл студию, сейчас очень хорошую, блядь, вложил в нее нормальную сумму, денег достойную. Ну, то есть ты себе можешь позволить делать то, что ты хочешь. Ну, я зарабатываю, да, какие-то деньги, конечно, это приносит. Плюс там студия может что-то приносить. Ну, так, живем спокойно, на жизнь хватает. Ты знаешь, гнаться там за золотыми горами, с собой ты все не унесешь. Вопрос в другом, что ты делаешь здесь, сейчас, вот пока живешь. Для меня важно, что мои родные ни в чем не нуждаются. Я как бы могу позволить себе сейчас делать все, чтобы мои родные ни в чем не нуждались. Кайф! Я живу для себя, для своих родных, для своих близких. Есть фэны, которые слушают мои треки, я пишу, там выкладываю для них там новые какие-то треки. Сейчас вот собираюсь выпустить пару-тройку альбомчиков. Новые клипы сняли. Все, ну, идет, работа процветает. А когда ты говоришь о релизе? О релизе, ты знаешь, обещать не хочется. Год назад обещал выпустить альбом, никак все не дойдем до этого. Сейчас приехал мой товарищ, очень близкий, с Казахстана. Очень талантливый парень, Кича. Кстати, Локдогу он очень понравился. Локдог недавно заезжал на студию ко мне, и Кича как раз там был. Локи очень оценил его, говорит, пиздец. Пацан на туре достойный, очень как бы круто двигается. Он пиздец какой звукорежиссер. И он сейчас работает у меня на студике. И у нас, я думаю, побыстрее сейчас пойдет работа над альбомами, над выпуском альбомов. А студия только для тебя, да? Ну, мои знакомые, друзья пишутся. Сейчас нет, сейчас на коммерческой основе тоже будет работать. Нет, я не веду, нету такого, как сейчас лейблы, блог-артисты. Нет, нет, нет. У меня студия в спорткомплексе, мы сейчас доделываем баньку. Там репетиционная база своя, спортзал, где занимался Турчинский в свое время, Динамит. Зал самбо-дзюдо. Там кайф. Там реально у меня прям, ну, в этом районе, где я возглавил молодежную палату, все там же. Плюс мне не приходится там платить арендную плату. Там спокойно как бы живем, двигаемся. Ты не боишься, сейчас посмотрят интервью и пойдут тебе письма от молодежи, что у них во дворе хоккейную коробку давно не ремонтируют? Нет? А чем не боятся? Ну, чем могу помочь, помогу. Но сейчас-то у меня нет в руках власти помочь всем. Вот район Выхина, Вишняки. На день города я пригласил своих друзей, группу Бандерас, бесплатно выступить. Приезжал Дин Уэмси, приезжали ребята там из Марина, там пацанята. Мы сделали там очень крутой концерт. Это все бесплатно. Муниципальные власти, они были в шоке. Как так? Бандерас выступает у нас на дне города. Но не надо забывать, что у нас там еще два детдома, которые я лично пришел и пригласил из детдома ребятишек на бесплатный концерт. Муниципальные власти молодцы у нас. Они сделали там тиры, поставили. В частности, Дмитрий Монастырев, это мой друг, соратник, товарищ, который, ну, он... Всего не расскажешь. Вот представь ситуацию. У женщины две дочки. Отец служит. Живут в служебной... Ну, служат в армии. У них, как это сказать, служебная квартира. Вот он служит, им дали квартиру для проживания. Часть расформировывают. Денег нет. Она приходит, а у нее девочка занимается каратэ у нас. И тренер постоянно деньги, как бы, ну, повышает ставку, да, себе. И, как бы, ему платят. И мама приходит и жалуется. Говорит, у нас нет столько денег платить за каратэ, чтобы дочка занималась. А дочка прям реально может, ну, на медаль идти. Там, молодец, там, девочка прям болеет этим, живет этим. И он говорит, нет, тогда не занимайтесь, как бы, надо платить за это. Об этом узнал Дмитрий Юрьевич Монастырев, товарищ мой. И он был вообще сильно поражен всем, то, что происходит. Он позвонил, он сказал, вот эта вот дочка, этой женщины, должна бесплатно заниматься в зале, где она хочет. И мы будем платить со своего кармана, чтобы она занималась. Вот мне вот этим понравилось отношение вот этих людей вообще, ну, ко всем. Постоянно какие-то праздники проводим. Очень дешевые секции сейчас открыли. Я лично открыл вот школу Дмитрия Носова, боевое самбо, дзюдо. И Дмитрия Демушкина, славянская сила, школа ножевого боя. Детишки могут заниматься. Приходите, занимайтесь. Копейки стоят. Когда мне Дима Носов спросил, какой процент вообще, ну, хочешь получить из этого всего ты. Вот, при муниципалитете, при всех, я сказал, мне никакого процента не надо. Лишь бы дети занимались. Вот это важно. Вот это важно. Потому что, когда я иду и гуляю там по Братеево, я вижу там постоянно какая-то бутылка пива в руках. Идет там девчонка молодая с коляской, сигарета в зубах банка Ягуара. Я против этого. Я понял. Искренне против этого. На самом деле странная ситуация у нас в стране творится. Это уж извини, но уголовники у нас получаются душевнее, чем обычно. Ты знаешь, уголовники это, как сказать, уголовник, я не такой вот маститый, монтеровый уголовник. Я в свое время заехал по молодости в свое время. Ты знаешь, каждый человек, каждый человек, Дмитрий Носов, олимпийский призер под ЗИДО. Вот такой вот пацан. Вот такой вот. Я прям голосовать за него пойду. Он сейчас в Думу. У него предвыборная сейчас компания. Я за него пойду проголосую. Вот такой вот. Он не уголовник. У него два высших образования. Он тоже. Мы проехали сейчас по Красноярскому краю. В нескольких городах. В маленьких, в больших были. Выступали. Заезжали в школы самбо, в школы дзюдо. Очень много детей тренируется. И кайф то, что Носов, он уделяет очень много времени этому. Фонд Митрия Носову. Постоянно ездим в детдома. Общаемся с детьми. Привозим подарки. И, ну, не надо говорить, что уголовник. Не уголовник. Не важно. Главное, чтобы человек был. Главное, что вот здесь. А в нашей стране очень много народу сидело. И, там, вспомним, и Ленин сидел, и Солженицын сидел, и Иосиф Виссарионович Сталин сидел. Ну, в нашей стране очень много народу сидело. Это не значит, что вот уголовник. И можно на этом поставить жирный крест. Продолжение следует. Продолжение следует...